Привет всем, с вами проект Россия Чужой Взгляд. Я уже неоднократно говорил, что чтобы не снимали Соединенные Штаты Америки, даже клюквенные, у них это все равно получается круто. И сегодня мы будем говорить вообще про один из самых крутых сериалов, которые я когда-либо видел, это сериал Fargo. Многие из вас мне о нем писали, но вот только сейчас я добрался на конец. Снят он по мотивам, точнее вдохновениям для него послужил одноименный фильм братьев Коэнов. Коэны это мастера гротеска, вот они многие ситуации доводят до абсурда. И, к сожалению, этот ход не всем понятен в России, как выясняется. И вот это надо понимать, на самом деле, когда ты смотришь Fargo, что здесь идет речь вот именно о гиперболизации всего, в том числе вот этих дебильных идиотских образов, которые насаждаются в Голливуде. На самом деле у меня есть такое ощущение, что сценаристы даже сознательно перестебывают то, что они сами видели в предыдущих творениях своих коллег по цеху. Что, конечно, не делает некоторые сцены данного сериала менее маразматичными, но, может быть, в этом и его кайф. Когда-то мы были с тобой равны. Я Юрий из твоей прежней страны. Матери было всего лишь пять лет, ночь убежала, казаки ей вслед. Не понимаешь меня ты никак. Это я, Юрий, тот самый казак. Казаки полны интересных идей. Насилуя баб, мы ели детей. Под дивное «А!» произойдет тот призрачный и недолгий полет. Где мои медведи? Где бутылка водки? Где кусок селедки, застрявший на бородке? Когда Вова Путин мальчиком был, он знал, что он не малолетний дебил. Он знал, что полюбит группу Любе и будет трудиться в рядах ВСБ. И фото разведчика Берзина Яна он дома повесил прям над диваном. Берзин создал ГРУ-институты, ставшие вдруг КГБ почему-то. Ян Берзин, он Путина, крестный отец. Он властелин КГБшных колец. А Путин в самбо пошел не дурак, царил во дворе его крепкий кулак. В России слова прописаны строго. Правда людская и правда для Бога. Но есть еще слово «неправда», «Она». В виде оружия Вове дана. Ведь он знает то, что другие не знают. И правда лишь то, что он им вещает. У мафии русской облик печален, но на стене обязательно Сталин. Как избежать нам обычаи суровой русской речи в исполнении коровы. Если не поняли этот амбал, ну-ка заткнись, красотки сказал. Самый обычный вопрос в этом мире, скажи-ка мне, крошка, была ты в Сибири? Это вопрос, чтобы забить с нее спесь. В Сибири примерно все так же, как здесь. Ютятся под снегом леса и поля, но пропиталась кровищей земля. Тут вся Россия за сотни лет, царская власть оставила след. Убив миллионы и ими завален весь Север. И по традиции Ленин и Сталин. Десять тысяч, двадцать тысяч, всех их бышь-бышь. А здесь у вас что, центры торговли и пара индейцев, лишившихся кровли? Вы любит их, что в общем не важно, когда мы сценарий пишем отважно. Мы двадцать миллионов потеряли, воюев против Гитля росла. И видно по лицу вот этой крали всю непонятность данного числа. Погром и голод сверху еще двадцать. И матери варили всех детей, чтоб адской трапезе своей предаться. О бедный сценарист, ты не потей. Когда напишешь ты рукой небрежной, что снег валился белый. Почему? Чтоб кровь покрыть в стране, где лишь невежды живут и топят утром. Это почему снег падает в свет? Ты сучка колу пьешь, а мы вот чай. За это на по-русски получай. А есть еще дивный большой человек, что дивный составил сюда саундтрек. Да прямо такой, что полный атас. Ноги вот сами пускаются в пляс. Тут вспомнили и о Бетховене, кстати. Ты знаешь, что Ленин сказал о сонате? Что нет ничего прекраснее, ребята, чем лучшее в мире апассионато. Но не могу ее слушать все время, давит на нервы музыки Бремя. Становишься полным глупых затей, хочешь погладить мерзких людей. Тех, что в грязном аду проживая, могут творить музыку рая. В то время как надо их не любить, а бить их безжалостно. В голову. Бить. Дайте салфетки мне, я парень четкий. Кроме салфеток, дайте мне водки. Напкинс. И сам водка. В конце хочу сказать, что вас ждет огромное количество мероприятий. Во-первых, наш с Егором тур по городам и весям. Это наш пробный такой шар. Если он зайдет, то поедем дальше, может быть, за Урал. Затем 18 мая фестиваль «Цифровая история». У меня будет куча экскурсий 14 апреля в Петербурге. Убийство Павла I царской ФСБ. И чижик-пыжик 19 и 20 апреля в Москве. Начало терроризма и затем от покровки до хитровки в этом году. На майские праздники у меня будут идти экскурсии в Петербурге фактически каждый день. Либо днем, либо вечером. Следите за анонсами. Особенно это актуально для тех, кто приезжает в город. Постоянно меня заваливают вопросами. В прошлом году у меня не получилось. А в этом году я посвящу вам свое время. Ну и на пару дней выйду в Москву. И если вам интересна поездка в Берлин и Париж в конце года и в начале следующего, то точно так же обращайтесь. Все ссылки на всю информацию вы можете найти в описании под этим видео. Оставляйте ваши комментарии. Встретимся в следующий раз. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!